Здравствуйте! В эфире программа «Эхо коновый мир». Меня зовут Владимир Матвеев. Сегодня мы подведем итоги очередного бегового дня, прошедшего на Центральном Московском подроме. А помогать мне будет наездник второй категории Юлия Тарасенко. Юлия, добрый день! Юлия, в первую очередь хотелось вопрос задать про дорожку. По призову дорожки Центрального Московского подрома мы привыкли. В последнее время был снег, лед, тут была оттепель, дорожка оттаяла, снег сошел. Осталась земля, грунт, но он замерз. Как вы в этот день выступали, как она была для вас? На самом деле дорожка была очень даже неплохая. Первые заезды, может быть, она была жестковатая, но потом, уже когда лошади подразбили ее копытами, плюс это еще были же квалификации, маховые работы, она, в принципе, стала довольно хорошая. То есть верхний слой он растаял уже. И хотя она была грязная, но все равно она, получается, способствовала хорошим результатам. То есть, в принципе, дорожка была хорошая. То есть в первых заездах немножко она была жестковата, потому что она была замерзшая, да? А ближе к концу бегового дня она растаяла? Да, самая идеальная. Она, наверное, была в середине, когда она не сильно растаяла, но и как бы еще уже не была жесткая. Под конец, да, последние заезды уже были немножко более в грязи, но вот в середине дня мне, в принципе, она очень понравилась. Юлия, давайте переходить к первому заезду нашего сегодняшнего программы для трехлетних лошадей российских пород. Ну, уже трехлеточки, да? То есть вот только вчера им было по два года. Очень приличные трехлеточки. Мы видим, дорожка еще как раз замерзшая, немного пылит, но при этом резвая. И очень сильный состав участников. Давайте некоторых лошадей озвучим. Седьмой номер «Флюид». Ярослав Лагвин имел победу по прошлой езде. Бафия Лок, Александр Молоков от Базинги Лок, от Рикордиски на два круга. Альберт Иниче, Андрей Вилкин от Ultimate Choice, брат Дербиски Айнакичи. Вы для себя кого выделяли? Ну, я выделяла в первую очередь, конечно, «Флюиды», потому что я ожидала, что он поедет вперед. И двух лошадей с тренделения Андрея Вилкина. Но в последнее время по ним видно, что они более аккуратно ездят. И, как бы, возможно... Не форсируют, да, сейчас? Не форсируют, да. То есть едут, не вынимают лишнего, можно сказать. «Флюид» принял 29,7. Да, меня это, конечно, удивило. Прием очень резвый, учитывая то, что «Флюид» заходил третьими колесами в поворот. Но это здорово, учитывая, что с таким стартом он еще и нашел силы добавить на финиш. То есть он закончил не в 35, а в 31. То есть он нам показывает, что он очень резвый на коротке «Флюид». Да, я думаю, что как раз потенциал жребца нам Ярослав Лагвин хорошо показал этим заездом. Хорошо. На втором месте сейчас мы видим ломбарда Ильи Исаева. Как он выглядел? Ломбард выглядел, в принципе, тоже хорошо. Он хорошо принял также. Ну, я думаю, что тут сказывается немножко... Он и поменьше «Флюид» рост, и, может, еще не подошел в своей идеальной форме. Но в целом он выглядел очень хорошо. Тоже принял хорошо, финишировал хорошо. Он нигде не остановился, не встал, держался за лидером. И секунды приличные, 2-6-5. Ну, это хорошая секунда. Неплохие секунды, да. С учетом того, что на финише... Вот вы озвучили, что «Флюид» заканчивал 31 с долями. И на финише Ярослав Лагвин пару раз его поймал. То есть он хотел перейти на неправильный ход. Ну, конечно, тяжеловато. Особенно 29,7. Третьими колесами, я думаю, не дают о себе знать. Но в любом случае силы закончительно нашлись. То есть он не сбился, ничего, и добавил на финиш. Мы понимаем, что это не сильнейшие двухлетки, если мы говорим по прошлому сезону. Это не сильнейшие двухлетки, но очень крепкие. И кто из них с потенциалом, как вы считаете? С хорошим потенциалом? Ну, в первую очередь... На трехлетний возраст, на вот этот сезон. Ну, в первую очередь, если все будет хорошо, то «Флюид», конечно же. Потому что, мне кажется, это такая первая езда, которая показывает очень высокий потенциал. Ну, и выделю, опять же, Баффи Лок и Альбертини Че. Альбертини Че породословно и брат Айнеки. А Баффи Лок мне тоже ничего понравилось. Она, видно, что ее... Она приехала аккуратно, она очень хорошо приняла. Потом Александр взял на себя. И финишем опять сделала бросок. Она осталась третьей. То есть хорошо очень делка была. И причем видно, что без особого напряжения она это делает. Да, про Баффи я понял. Про Альбертини Че. Андрей Вилкин, как вы сказали, ехал не во все деньги. Я немного экономил, да, свою лошадь? Да. Ну, на самом деле, понимаю, мало что могу сказать. Именно вот сейчас уверена. Потому что у него очень хорошие родословные. Но, опять же, лошади от Микромеш, они пока не было выдающихся. Поэтому будем смотреть на него. То есть не было таких прямо, за которые глаз мог зацепиться, да? Которые приковывали бы к себе. Он хороший, я не спорю. И можно посмотреть. Может быть, он будет в лидерах, кто знает. Но он пока еще как производитель в России. Он молодой производитель. Согласна. Поэтому тут только смотреть и время покажет. От него какая получается? Вот это первая или вторая ставка, да? Это, наверное, даже первая. Первая, да? Да. Первая, вторая. Ну, лошадей было мало. На цены я вижу вот эту только первую. Давайте посмотрим итоговую таблицу. Как вы озвучили, 2,6 неплохие секунды, с учетом того, что и резовый прием был. Долевые были, откровенно говоря, аккуратные. 32,8, 32,3 и 31,4 заканчивал. То есть у Ярослава Лагвина, мы понимаем, очень сильно кобыла в фармфьюре. И это как... А, и кобыла. Кобыла в фармфьюре, да. И это, получается, жеребец как запасной вариант, так получается. Ну, я не думаю, что он запасной вариант. Он, по-моему, бежит у него на прессе Минеприлепского конного завода. Все-таки кобыла, она больше, я думаю, на летний сезон пойдет. То есть они форсируют аккуратно с ней. А флюид, я думаю, поборется и зимой. И, может быть, в приземе придется конный завод, а даже пойдет в первую тройку призеров. Да, как говорится, поживем-увидим. Мы переходим к следующему заезу для лошадей старшего возраста орловской породы. Заезд, вроде как, с одной стороны, интересный. Интересный, то есть довольно-таки неплохие, такие крепкие орловцы старшего возраста. Но нет явного лидера среди них, потому что это заезд для орловцев с выигрышем до 350 тысяч рублей. При таком ровном составе вы кого для себя выделяли? Ну, я выделяла Налима в первую очередь, Тибербалата Тонготарова и победоносца Вячеслава Сычкова. Победоносец только недавно возобновился в выступлении. И он вообще очень прилично до времени смотрелся. И он после квалификации хорошо выставил в заезде. Но, видимо, что-то все равно пока еще не подошел к своей оптимальной форме. Ну и, конечно же, лошади из тренделения Вадима Шаховцова. Ну, в принципе, компания была более-менее как бы ровная. Да, то, что ровно компания полностью согласен, 29,6 прием Платана. Стоило ли так принимать? На финише тяжело он выглядел. Да, Платана, если честно, мне не очень понятно вообще, потому что он не самый стабильный конь. Видно, что он резвый, но, возможно, он сложный, судя по сборке. Орловец как-никак. Если он был бы еще стабильным и резвым, он был бы классный Орловец, бегал на самые дорогие призы. Ну, возможно, вот это, считая 29,6, может быть, это в силу неопытности наездника так сделано. Может быть, была такая тактика, кто знает. Но, в любом случае, я думаю, что именно из-за этой четверти ему чуть-чуть не хватило на финише. То есть он и не встал сильно, он закончил 33 по себе, остальные 32. Ну, 33 тиховато, конечно, для Орловца старшего возраста тиховато, да. Ну, возможно, если бы не было первой четверти вот этой резвой, он бы нашел силы себе на финише устоять. Ну, тоже кто знает. А про другую лошадь Вадима, ну, отделение Вадима Шаховцова, медалист. В принципе, хороший. Только-только старшего возраста. Да, хороший, крепкий жребец. Он, в принципе, и в 3-4 года стартовал тоже в средних компаниях. Вот он более-менее стабильный, да, бывают у него с бои, но такой он. Может быть, он старшего возраста больше раскроется. Пока, конечно, секунды тиховатые, но я думаю, что потенциал у него есть. Такой поздний конь. И родословно у него хороший. И выступать он сейчас более-менее стабильно стал. Да, родословно у него со стороны матери хорошая. То есть мы видели уже неплохих лошадей от этой матки. А со стороны отца, от Пепла, вот лично по себе могу сказать, таких настоящих крепких жребцов, их, они были, но они очень коротко переведут времени выступали. То есть им когда тяжело становилось, они не боролись, они начинали останавливаться. Ну, этого мы видим тут у медалиста, что у него, в принципе, может быть от матери характер питался. То есть он делал финишные броски, он всегда на финише борется. То есть эта лошадь, ну, он, по-моему, редко очень вставал, то есть он обычно финишем едет. Юля, а нам нужны нам вот эти вот заезды средних орловцев, то есть закрытые заезды, где они будут бороться между собой и зарабатывают деньги для своего наездника, для своего коневладельца? Да, я думаю, безусловно, нужны, потому что таких орловцев очень много. И писать их сильной компанией просто не имеет смысла, где они даже свое содержание не окупают. А здесь, вот как мы уже упомянули, компания очень ровная. Каждый участник имеет шанс на победу, на выигрыш, на какую-то призовую сумму, и они, безусловно, нужны. Плюс эти же лошади, они потом, например, в чемпионатах хорошо выступают. То есть такие средние лошади непременно нужны обязательно. Причем заезд для тотализатора, да, получается, вот иди, найди здесь победителя, да? Да, для тотализатора, конечно. Ну, конечно, кто-то больше, кто-то меньше, но не как в других заездах. Нет, конечно, компания ровная, я считаю, что они очень нужны, и они не менее зрелищны, чем у сильных орловцев. Давайте смотреть итоговую таблицу. Итоговый результат 2.76 Медалис показал, в принципе, по себе. Последний четверт был 32.6, но по себе он заканчивал резвее. Ну да, потому что он делал бросок финишный. На Лима на втором месте, Тимир Булат, Тунгатар, 2.79, и Платан на третьем месте. Мы переходим к следующему заезду для лошадей четырех лет, расистых пород. Интересный заезд. Всего было 6 голов, но можно выделить неплохого лендера Антона Дурнопьянова, 2.7, имел рекорд. Трезон Евгения Руднева, 2.6, 1 рекорд. Мия Стрелла, 2.5, Марина Лисянская и, наверное, Георгия Макаревича. Уникс, 2.5, и 9, саморезовый по рекорду в этом заезде. Ну, практически один из самых резвых. Ну да, я для себя выделяла, конечно, больше Мия Стрелла и лендера, но Уникс, он в последнее время тоже хорошо смотрится, и он очень хорошо принял старт. Я, конечно, честно, от него не очень ожидала такого. Он же, ребят, сам по себе видно на работе, флегматичный. Да, но 36 принять, это, конечно, здорово. И Мия Стрелла хорошо приняла, но Антон Дурнопьянов решил поаккуратнее проехать, и, в принципе, наверное, он выбрал правильную тактику. То есть не стал ввязываться в борьбу с приема, да, вот этих впереди идущих двух лошадей, и просто отсиделся у них в спине, получается. А смысла не было, потому что там больше никто не мог особо вступить, как бы лошади растянулись по дистанции, вряд ли кто-то бы навязал борьбу. Ну, может быть, Трезон, но, как мы видим, она уже не подъехала. Вот, и смысла не было. Еще третьи колеса лезть, перехваты в лидерство, зачем? Когда есть хорошая позиция. По Трезону пару слов. Да, кобылка, может быть, она неплохая, но она рождена в Эстонии. Если эта лошадь рождена не в России, она должна быть суперклассной, чтобы бегать по первым компаниям. А когда она рождена в Эстонии, конечно, бороться даже, допустим, в рядовых заездах, мы смотрим, ей тяжело. На финише Лендер делает бросок по себе, он не по себе, а вообще за конец заезда прошел, последний час прошел 36, по себе он делал еще резвее. Получается, Антон Дурнопьянов тактически выиграл этот заезд? Я думаю, что да, но, конечно, Лендер, он и так сильный, мне в последнее время нравится. Он выступает тоже довольно стабильно, он прогрессирует. И часто довольно-таки выступает. Да, часто, вот они, у них и ломбард, и Лендер, они хорошо и часто выступают, и стабильно. Вот, и как бы я так и думала, что он поборется за победу, но Антонович, конечно, я думаю, что он очень правильно все сделал, не стал тратить силы жребца, просто спокойно занял позицию в спине, проехал и финишем, отработал финиш и сделал бросок. И, как мы видим, ну, выглядел очень впечатляюще даже. И секунды тоже хорошие две части. Да, Лендеру как-то немножко ранее не везло, то он со второй шеренги принимает, там куча лошадей, там где-то по бровке, я помню, пролез, выехал на второе место, наверное, это было позапрошлой езде. То здесь, получается, наконец-то он с первой шеренги, но мы видим, у него как такового суперприема нет, но он очень неплохо тянется по дистанции. Ну да, и самое главное, у него есть финиш. Прием-то можно отработать, но то, что он едет финишем, это очень здорово. Ну, четырехлетние лошади уже, что с ним делать дальше? Возможно, возможно. По своей группе будет бегать? Посмотрим. Я думаю, что больше он, конечно, не суперплассный лошадь, но выше среднего, возможно, он пройдет на гильдейце. Если проплачен. Если проплачен, то, ну, Антон к нему подобрал очень хороший подход, нашел подход, и я думаю, что вполне возможно, что в гильдейце он даже может и попасть, если проплачен. По поводу Мии Стрелла еще хотелось сказать пару слов. Я с этой кобылой с двух лет ездил, Марина Лисянская на ней выступает, а кобыла резвая, всю жизнь бегает с брошенными вождями, Марина Лисянская на ней ездит. И вот кажется, что она вот-вот встанет по дистанции, а она с брошенными вождями все так едет и едет, и на финиш она так же едет. Здесь было примерно то же самое, и Георгий Макаревич на униксе попал, мне кажется, немножко в ту ловушку, которой я в свое время попал на свою личную лошадь, Динго ММС, в двухлетнем возрасте, когда оказалось, что вот, она встала, все, уже нечем ехать, а она на финише едет и едет. И еще пару слов про уникса. Лошадь интересная, очень сложная, Георгий Макаревич очень долго к нему ключи подбирал, чтобы вот эта езда была такой довольно-таки неплохой. Ну, лошадь интересная, да, но он, правда, очень сложный, то есть у него и характер такой, он флигматичный, его как бы, ну, надо прям, я не знаю, как у них это получается, то есть я немножко за ним следила, с двух лет он был очень флигматичный такой, и, конечно, ну, что он так борется, да, скачет, то, что он так борется, их же старт принимает, ну, это здорово, надеюсь, что он будет прогрессировать, уже 4 года. Ну, надеюсь, что вот, ну, некоторые даже в четвером не начинают принимать старт, поэтому, как бы, ну, в принципе, прогресс виден, и видно, что с лошадью работали, и тоже нашли какой-то, в принципе, подход, и можно ожидать хороших результатов. Давайте посмотрим итоговую таблицу. 2-5-6 Лендер, последние 38, четверть по себе делал, конечно, резвее, 30, наверное, с небольшими долями, и очень неплохие секунды, то есть дорожка еще пока более-менее держалась, да, в этот день, в этот момент. Ну, да. Время этого заезда. Ну, мне нравится, что все заезды, они складываются более-менее ровно, то есть прием и финиш, они резвые, а по дистанции, то есть наездники более экономят силы, это очень логично и правильно, то есть, а то бывает, что несутся по 29, потом заканчивают 35, таких заездов не было в этот день. Ну, что, едем дальше. Следующий заезд для Орловских лошадей трех лет. Молодые Орловцы, да еще только-только им по три года исполнилось, но бежала под девятый номер загадка Татьяна Чкальна, победителя приза Шишкина, мемориала Шишкина, и при этом у нее очень сильный соперник был Лиссабон Чиен Рейлик-Бдрашитова. Как заезд у них сложился? Лиссабон Чиен Рейлик-Бдрашитова решил принимать и водить бег. Ну, если лошадь хорошо принимают, почему нет? Насколько я понимаю, загадки, она не может так резво принимать старт или специально, но, наверное, скорее всего, пока еще рановато ей так резво принимать старт. И Татьяна Чкалина, она во всех ездах постепенно по дистанции догоняла, то есть, это можно заметить, как бы, везде так было. Но если так лошади комфортнее, почему нет? Если ей хватает сил на финише, как бы, никто не запрещает. Конечно, в четырехлетнем возрасте уже нужен будет прием. Ну, в четырехлетнем возрасте только через год будет, что-то еще время есть. Ну, в трехлетнем, да, может быть, долетние призы, как бы, тоже уже без приема уже будет тяжеловато. Но посмотрим, пока мы видим, что загадки этого хватает. Она очень уверенно догоняет соперников по дистанции, перехватывает мебельство. Заставляет ехать еще в Лиссабон. Да, причем это вторыми колесами она едет. То есть, мы видим, что пока, конечно, она смотрится убедительнее, чем остальные лошади. Ну, и причем довольно-таки стабильные последние езды. Три последних старта, две победы, одно второе место. Да и еще второе место с улучшением личного рекорда было 2-12,2. Ну да, на самом деле, для Орловской Кобылы трехлетней, которая только-только в три года вступила в возраст, это очень хороший результат, они, как правило, нестабильные. Юля, в этом моменте Рейхбадаршил открывает бровку и тут же ее закрывает. Такая пограничная ситуация, да? Ну, возможно, он, конечно, начал лошадь по инерции либо отваливаться, бывает, что по воротах подваливаются, либо он посылал, как бы, ну, вот лошадь начала уходить вправо, потом он заметил и закрыл, конечно. Да, по-моему, просто увидел справа загадку под нее, а слева начал лезть Сирия. Я бы не скажу, что он сильно мешал загадке, то есть. Загадке не мешал, а Сирия, помеха была Сирия? На мой взгляд, была помеха. Была, но, конечно, уже сильно... Контакта не было, понятное дело. Но помеха, возможно, маленькая была. Не уберусь утверждать, потому что я там не ехала, но, возможно, была, потому что Сирия потом немножко запуталась в ногах. Ну, кто знает, был это резвый пейс или помеха. Я думаю, что то, что резко влево-право начали движение, потому что из-за помех. Да, возможно. Возможно. Хорошо. По загадке мы поговорили. Кобыла интересная, перспективная. На финише она показала, кстати говоря, 32,4. Трехлетняя кобыла 32,4. Очень неплохие секунды. Ну, да. То есть она на классе обыграла, а Лиссабон и Чен, получается? Ну, во-первых, на классе, да. Плюс учитывая то, что она со старта, всех это гоняет. Ну, как бы явно видно, что она просто сильнее. Просто класснее, да, на данный момент? Ну, класснее, сильнее, да, именно на данный момент. Хорошо. Лиссабон и Чен тоже лошадь интересная. Без скелета и Лапландии, Чесминского конозавода. Мы знаем, что лошади Чесминского конозавода, они такие позднеспелые. И, в принципе, наверное, вправе мы от него ждать, может быть, лучших результатов не в трехлетнем сезоне, а так далее, там, в четырехлетнем и старшем возрасте. Да, вполне возможно, потому что Раиль на нем не так давно начал выступать. И плюс, ну, лошадь уже показывал себя в двухлетнем возрасте, что потенциал у него хороший есть. Он резко прошел квалификации, я точно помню. Ну, то есть способный. Но, возможно, надо вырасти. То есть, я думаю, что он не самый простой. Далеко же ребят, мне так кажется, по сборке, по езде. И, ну, потенциал у него есть определенный. Просто пока еще не набрал темальной формы, это тоже видно. Да, интересный заезд все-таки, да, с учетом того, что это всего-навсего трехлетний Орловц, им только-только по три года стало. Может быть, там в паспортах еще и по три года нет. Но, в принципе, уже некоторые лошади видны. Давайте посмотрим итоговую таблицу, итоговый результат. 2,11,4. Неплохие секунды. Ну, да, очень хорошие, даже особенно для февраля, для только лошадей, которым три года исполнилось. Ну, конечно, хорошие. Да, интересные лошади в этом заезде сбежали. Вот первая пара-то однозначно, далее будем за ними следить. А мы переходим к следующему заезду для четырехлетних лошадей рысистых пород. Неплохие лошади, Юлия. Вы выступали в этом заезде на Лептосина, которая у вас, в принципе, давно уже в тренинге находится. И у вас были очень сильные соперники. Дор Миче, но она была снята. То есть Андрей Вилкин, не понравилась дорожка, я лично знаю, он попросил ее снять. Любезный Лок, тоже сильный соперник был изначально, но тоже был снят. Как езда сложилась? Ну, конечно, в отсутствии этих лошадей было немножечко полегче. Плюс был снят еще и первый номерка Левы Марго. Она, конечно, не фаворитом была, но она сильная лошадь, она могла председовать на призовое место. И мне, конечно же, ну, можно сказать, немного повезло, потому что сразу три лошади было сняты. Но я для себя выделяла, конечно, и Галактику, Карата Люкаши, Филиппинку. То есть они все, в принципе, ровные, стабильные, да, лошади. Но я, в принципе, уже знаю, кто как поедет, и я знала, что Александр Родионов, скорее всего, поедет вперед. Так оно и случилось. Но он часто на ней водит. Да, я так понимаю, что она лучше бежит, как бы, ну, лидируя. Вот, и моей задачей было просто принять старт. Потом я смотрю, вот остальные подотстали, и я села ему в спину, чтобы немножко лепти дать передохнуть. Ну, и смотрела, чтобы когда остальные подъезжают, они не закрывали меня. И когда подъехала Филиппинка, я уже вывернула, поехала, получается, вторым колесом чуть подальше от Галактики, чтобы лепта тоже тянулась, но вместе с тем меня не закрывали. Но я на финише, она меня очень порадовала, она добавила. Она такая тоже сложная, очень сложная лошадь, вот. Ее очень тяжело удержать в таком моральном состоянии, чтобы она и не перегорела, и бежала. Но она мне ответила на финише, то есть она себя прям хорошо показала, и мне в целом все очень понравилось. На финише мы видим, левый пород уже грязный, но при этом официально последний четверть 39. Ну, то есть половина четверти было по грязи, по факту. Ну, вот моя дорожка, она еще была ничего, да, грязная, то есть, ну, конечно же, развезло ее, но в целом она еще никуда не проваливалась, то есть была довольно упругая дорожка, ну, немножко вот этот верхний стой грязный, а в целом она была хорошая на моем заезде. Хорошо, про лепту син понятно, но хотя еще такой вопрос. Какие планы на нее? Ну, планы... Проплачена на дерби? Она на дерби не проплачена, она побежит на зимние призы, на приз памяти Вита она подана, и на приз Мазурки, конечно же. Ну, и потом посмотрим на остальные призы, там, в начале весны, мемориал удачи наездников, но это уже далековато. Вот основные два приза, это мемориал памяти Вита и Мазурка. Давайте посмотрим итоговую таблицу. 2,4,4, очень неплохие секунды, с учетом того, что все-таки, как мы сказали, уже дорожка начала мокрой быть, где-то грязь появилась, как у нас в левом породе всегда она грязнее, потому что солнце светит с предположенной стороны. И при этом 39, 2,4,4, хороший секунды для этого времени года. А мы едем дальше, заезд для 4-летних лошадей орловской породы. Юля, с вашего отделения в этом заезде принимала участие каллиграфия, ехала Марина Воробьева. Почему Марина Воробьева ехала? Ну, это решение владельца Екатерина Черепанова. Она сейчас реже выступает, и она сама говорила, что для каллиграфии еще очень мало заездов в ее группе. И она сама говорила, что ей не нравится ездить на квалификации, и потом на большой приз. То есть не хватает просто стартового, не то что опыта, но вот когда ты редко стартуешь, ты от этого отвыкаешь немножечко. И мы, в принципе, решили проводить руки, сменить, то есть все как-то сложилось. Но вообще сложная-то была каллиграфия. Конечно, но сложно. И сама Екатерина говорила, что сложно выступать сначала в квалификации, а потом ехать в большой приз. То есть тяжеловато. А у других лошадей у нее пока нет, в основном выступать. И она выступает редко, и сама решила, что Марина пока, наверное, поопытней. У нее у каллиграфии был очень сильный соперник первой серой кардинала Джей Андрея Вилкин, победителя традиционного приза. Он с Копейском разделил первое и второе место по головголу, насколько я помню. Как рассматривала Марина Воробьева этот заезд? За Марину я сказать не могу, но, конечно же, все ждали, что первой серой кардинал Джей навяжет борьбу. Но я для себя выделяла каллиграфию однозначно, потому что ей даже не помешал бы номер со второй шренги. Она очень хорошо тянется по дистанции, финиширует, тоже не всегда есть финиш. Я как бы в ней, можно сказать, для себя ее выделяла, конечно, больше всех. Но первый серый кардинал Джей, как мы видим, у него не самый лучший последний результат. В этом моменте падает лошадь у Сергея Гаврилова, Брянск непонятно из чего, и Константин Пучков на лиге в КЧН внезапно попадает тоже в происшествие. У него шансов, на мой взгляд, со стороны не было. И предлагаю подключить к нашей беседе Константина Пучкова. Константин, добрый день. Здрасте. Константин, расскажите от первого лица, как вы себя сейчас чувствуете, и что произошло, на ваш взгляд? Ну, чувствую себя с каждым часом получше, скажем так. Рука, правда, пока еще не поднимается левая, но надеюсь, все вернется в ближайшее время. Короче, что касается заезда, ну, по заезду просто неожиданно передо мной лежит качалка. Я увидел, но у меня оставались доли секунды. Потом долго смотрел повторы, раз 7-8 посмотрел повторы, и понял, что, скорее всего, шансов у меня. Я, конечно, может быть, с доли секунды поздно замекал, там, примерно секунду у меня, но за эту секунду я бы не смог остановить свою лошадь. И даже, все-таки он ехал вторым колесом, Гаврилов, а я ехал первым. И даже увидев, что лошадь начинает падать у Гаврилова, я бы, наверное, попытался по бровке проскочить. Там, куда качалка перевернулась. То есть, передо мной выросла, на самом деле, качалка. Она там же практически ковырок совершила, и качалка совершила ковырок. Очень удачно Гаврилов упал, Селега, он просто ковырочен сделал, а я менее удачно упал, скажем так. То есть, получается, легко отделались все, да, в этом происшествии, и вы, и лошади? Ну, да, но я рад, конечно, за Лиговку, прежде всего, потому что вот она лежала, долго не вставала. И, короче говоря, в какой-то момент я подумал, неужели что-то случилось, хотя по виду не видно было. Но потом, когда она вскочила на все четыре, так большое облегчение испытал. Константин, огромное спасибо вам за это включение. Надеюсь, вы скоро поправитесь, и мы вас снова увидим в студии телеканала «Конный мир». Спасибо. Юля, давайте посмотрим итоговую таблицу. В принципе, нам Константин по ситуации все рассказал. У него шансов вырулить, на мой взгляд, не было. Я знаю, лошадь на ходу, ее резко влево-вправо, как машину, не вильнешь. Тем более, да, качалка упала на первое колесо. Константину либо надо было ехать в сугроб. Он бы не успел даже в сугроб уехать. Там просто шансов не было даже у него куда-то вывернуть. Давайте посмотрим заключительный заезд нашей сегодняшней программы для трехлетних лошадей, рысистых пород. Мы уже трехлеток видели сегодня рысистых пород. Это, получается, такие тоже неплохие трехлетки, довольно-таки перспективные. Вы для себя кого выделяли? Ну, я выделяла Прованс и Абьюза, в принципе, те, кто и были фаворитами. Здесь тоже довольно ровная компания, но эти лошади по ним видно. Ну, уже грязь, уже грязь. Да, уже грязно, конечно, уже дорожку. Но я не скажу, что она совсем была ужасная, нормальная. То есть ехать можно было. Просто развезло уже, да, грязно. То есть сверху был какой-то небольшой слой грязи, а внизу она была плотная, да? То есть основание. Да, то есть она не была такого, что совсем прям грязь и как бы все куда-то проваливалось. Нет, верхний слой только был грязный. Эти лошадки едут уже тише. То есть мы видим, что они уже 32,3 приняли. Приняли нормально. Вторая четверть 35,9. Ну, откровенно говоря, с шагом. Ну, да, они как-то едут все очень тихо, аккуратно. Ну, опять же, компания слабая. Слабая, да, видимо, все просто едут аккуратно, не форсируют пока этих лошадей и рассчитывают на финишный бросок. Потому что потом, забегу вперед, мы увидим, что финишем поехало очень много лошадей. Давайте, да, забегая немножко вперед, скажем, что Прованса Евгений Руднева на финише выглядел лучше всех. И с учетом того, что он был один из самых тихих, у него 2,14 всего рекорд был. Ну, у него были, по-моему, неплохие, хорошие последние езды. Было видно, что лошадь, в принципе, с потенциалом. И поэтому я на него как бы обращала внимание. Вот, и мы видим, что он постепенно, несмотря на то, что старт не очень хорошо принял, он постепенно подобрался. На финише есть место для броска, и он сделал очень хорошо. Его просто подождали, да? Вот его по дистанции просто подождали, с учетом того, что он принял не очень, а дальше на коротке он их обыграл. Да, потому что у него явно, ну, не то, что супер-лож, что он просто в более хорошем порядке сейчас. Но, как мы видим, хорошие броски делают Абьюз, Чацкий, то есть то, что они тихо проехали по дистанции, они сэкономили силы и отработали, в принципе, финиш. Вот вы про этих лошадей сказали, Абьюза и других. Они ползаезда резвее этого Прованса. Ну, я думаю, что... Не перемудрили ли? Я думаю, что нет, потому что, как вы уже говорили, очень много вопросов по дорожке. И некоторые наездники, вот основных лошадей вообще приберегли. То есть, и здесь, возможно, уже развезло, я просто уже не ехала дальше, я не знаю, возможно, она была уже тяжеловатой, особенно для трехлеток, которые небольшие ростом и пока еще слабенькие. Я думаю, что все просто ехали аккуратно. По Фемиде, Александра Несяева, здесь все понятно, лошадь только-только прошла квалификацию, в принципе, насколько она могла при своей, понимаем, что не лучшей форме, она как бы и проехала. Но все-таки, наверное, мы вправе были ожидать более резвых секунд. Ну, я думаю, что да, потому что 2.15, это, конечно, тиховато, но и финиш был 33.2, могли бы хотя бы 32 закончить. Ну да, получается, Прованс по себе призе, да, делал? Да, ну, вот Прованс и все остальные, кто, вот, Абьюз, Чацкий, Нуфемида, они, наверное, заканчивали 32 с чемп с большими долями. Вот, ну, аккуратный очень заезд, никто никого не форсировал, просто отработали финиш, можно сказать. Давайте смотреть итоговую таблицу, Прованс 2.15.5, как вы озвучили, 33.2 последняя, ну, такой заезд, получается, рядовой рабочий заезд, да? Я думаю, что да, более такой аккуратный, лошади не самая сильная группа, они только набираются, только по какой-то форме, то есть аккуратно все проехали более-менее. Юля, я вам говорю огромное спасибо, рад был вас видеть, обязательно будем вас ждать снова. Смотрите нас на Ютубе, ставьте лайки, оставляйте комментарии, наша передача подходит к концу. На этом все, все доброе, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин